Всем добрый день. Добро пожаловать на вебинары сообщества Life от экспертов сообщества ЦИСКО. Большое спасибо, что подключились сегодня. Тема нашего сегодняшнего мероприятия – общий подход к поиску неисправностей в мультикаст. С экспертами мероприятия – Василием Михайловским и Антоном Носковым. Перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что все вопросы будут записываться в сегодняшнего мероприятия. Вы сможете их найти на сессии «Спроси все о поиске неисправностей в мультикаст». Также вы до 10 января 2021 года можете задать свои новые вопросы, которые придут вам в голову после мероприятия, или там появятся вопросы, на которые мы сегодня не успеем ответить. Я напоминаю, пожалуйста, не забывайте оценивать контент в сообществе и писать комментарии. Помогите нам выделить активных участников и спикеров, которые делятся своим временем и знаниями. Нам очень важно знать, понравилась ли вам тема и какие темы вам еще интересны, поскольку эксперты, которые принимают активное участие в жизни сообщества, задают вопросы, публикуют документацию, получают призы и подарки от ЦИСКО, начиная от сувениров до билетов на Connect Москва и даже на ЦИСКО-Лайф. Итак, эксперты сегодняшнего мероприятия – Василий Михайловский, инженер-консультант премиальной технической поддержки ЦИСКО и Антон Носков, один из ведущих экспертов сетевой академии ЦИСКО. Доброе утро, эксперты, и спасибо, что подключились сегодня. Доброе утро. Всем привет. А я напоминаю, что материалы все записываются, видео ведется, и все материалы будут выложены на страницах сообщества под той же ссылкой, которая была у вас в письме. Кнопка «Зарегистрироваться» будет заменена на такие чудесные четыре кнопки «Посмотреть видео», «Читать вопросы», «Спросить все там, где вы сможете задать ответ» и «Скачать презентацию». Поэтому вам не нужно запоминать дополнительные какие-то ссылки. Можете просто переходить после по этой же ссылке, которая пришла вам из письма. Пожалуйста, отправляйте свои вопросы прямо сейчас в чат, в панель «Вопросы и ответы». Если у вас скрыта панель «Вопросы и ответы» или «Q&A», пожалуйста, нажмите три точки в Bebex и выберите необходимую панель. Если будут какие-то проблемы со звуком, с видео, с презентацией, обязательно дайте нам знать в панель чата. Итак, мы переходим к первой части. Антон, я передаю тебе слово. И шарик. Приветствую. Сейчас сделаю доступ к презентации. Скажите, ее видно. Видны ли мои слайды? Видим ваш экран. Да. Так. Презентация у нас сегодня будет посвящена мультикасту. Мы рассмотрим, что такое, какие основы мультикаст. Мы рассмотрим несколько служебных протоколов, которые работают в мультикасте. Можно сказать, такая основа. Презентация содержит довольно-таки большое количество материала, поэтому часть материала мы опустим. Оно есть в презентации, но мы его словами чуть-чуть проговорим более подробно после окончания вебинара. Вы возьмете себе презентацию, она вам будет доступна. Итак, сегодня мы пойдем к основам мультикаста. Что это такое, для чего используется и где работает. В принципе, мультикаст – это коммуникационная технология, которая была создана для оптимизации использования полосы пропускания. В принципе, он полагается на протокол IGNP для функционирования на втором уровне модели IT и на протокол PIM, который у нас функционирует на третьем уровне модели IT. Коллеги, вот вопрос, можно в чат, может быть, просто так, для развития, типа, знаем ли мы, какие первые бит-24 бита мультикастного макабрифа у нас используются. Ну, я думаю, пару минут мы будем ждать, сколько это поведет, а пока, я думаю, можем продолжить наше повествование. Итак, давайте рассмотрим классическую архитектуру. Ну, в данный момент на слайде у нас показано, как IGNP у нас функционирует между принимающей стороной и локальным марштизатором. И, собственно, как PIM функционирует у нас между марштизаторами. Эти две технологии работают, в принципе, рука в руку и позволяют мультикастному трафику течь от источника до получателя. Собственно, как раз мы сегодня это все и рассмотрим. В принципе, если вообще посмотреть, как работает у нас классический мультикаст, вообще у нас надо вспомнить три традиционных типа коммуникаций. Unicast – это один к одному, когда мы посылаем трафик от одного хоста до другого хоста. Он может перейти через границу сегмента, он может быть в пределах нашего сегмента. У нас есть Broadcast, когда мы рассылаем трафик один ко всем участникам в данном сегменте. Чаще всего не пересекает границу сегмента. Конечно, вы можете сказать, что мы можем использовать директор Broadcast для передачи этого трафика, но, в принципе, чаще всего это тип трафика, который блокируется в том числе на мастер-заторах с точки зрения безопасности. И есть Multicast, который отсылает трафик один к нескольким участникам и может перетекаться через границу сегмента. Давайте рассмотрим классическую ситуацию. У нас есть видеосервер, у нас есть пять рабочих станций, которые посылают, точнее принимают трафик. В принципе, мы знаем, что каждый поток – это 10 мегабит трафика. Таким образом, от R1 мастер-затора и дальше у нас сеть прилетает поток в 50 мегабит, потому что пять индивидуальных рассылок у нас летит. Стрелочками, можно считать, что каждая стрелка – это 10 мегабит поток. Ну, где у нас поток будет делиться, где-то будет 20 мегабит поток, где-то 30 мегабит, зависимо от того, куда у нас идет. Вообще, такая модель получается не очень масштабируемая, по причине того, что довольно-таки большой объем трафика у нас улетает. Мы можем сказать, хорошо, альтернативный метод мы можем использовать в бруткассную передачу. Еще у нас один поток видео, передается как прямой бруткассный трафик, и мы рассылаем его всем. Но тут у нас возникает несколько проблем. Во-первых, Direct Broadcast функциональный не включен на цинкомартизаторах, и вообще его включать не рекомендуется по причине того, что мы можем стать примерно источником доз-атаки. А вторая вещь – это сетевые карты всех устройств в сегменте, даже если не нужен был этот поток, они будут его принимать по причине того, что широковещательная природа трафика приводит к тому, что каждый в сегменте его видит. И это не очень хорошо. Точнее, очень не очень хорошо. Поэтому решение – это как раз создание мультикассного трафика, который будет предоставлять коммуникацию один к нескольким, где только туда данные будут посылаться, куда необходимо. И трафик будет реплицироваться между теми каналами, которые участвуют в нашем мультикассном дереве. Пакеты данных, известные как поток, используются, в принципе, для определения IP-адреса назначения, известного как групповой адрес. А сервер, в принципе, будет управлять только одной сессией, и сетевые устройства будут выборочно запрашивать получателей этого потока о том, где вы находитесь и куда его необходимо зарисовать. В принципе, большинство приложений, которые используют все преимущества мультикасса, это из-за телепрезенс, это потоковое видео, это IPTV, это видео-аудиоконференции, это игры. В общем, это весь интертеймент, который у нас сейчас используется в нашем славном мире. Вообще, в целом, что мы получаем? Мы получаем кучу преимущества, которые дает нам классический мультикасс. Итак, следующая вещь, которую хотелось бы упомянуть, это мультикассная адресация. Мультикассная адресация – это адресация, которая назначает… Классический интернет-регистратор, который создавал адресное пространство, назначает IP-класс-д адресное пространство, то есть по всей 224, с префиксом 4, как мультикасс-адреса. Но в целом адресация делится на определенные группы. Сейчас как раз мы эти группы с вами и рассмотрим. Класс адресов делится на 4 классических больших таких группы. Первая группа – это локальная сеть управления. Это блок 224.00.24. Это локальные адреса, которые используются для протокола управления трафиком, которые не пересылаются и в пределах одного школьковещательного номера. Примеры протокола марштизации. Используют данный тип адресации, как адреса получателя в своих маршрутах обновлений. Второй блок – это блок управления межсетевым взаимодействием. Адреса используются для трафика протоколов управления и служебного трафика. Пример – это, допустим, NTP, классический пример, который используется для временной синхронизации. Дальше. У нас есть специальный блок многоадресной рассылки, который зависит от источника. Это так называемый FSM. Диапазон используется как расширение PIM-протокола, который направляет трафик только в те школьковещательные домены, для которых приемники, то есть получатели, выразили свою заинтересованность. В первую очередь он предназначен для приложений типа 1 к нескольку. Блок так называемых глоб-адресов 233 с префиксом 8. Адреса представляют собой статически назначенные адреса в глобальном масштабе. Назначение выполняется для доменов 16-битным номером автономной системы путем отображения этого домена. В принципе, это прописано в РФЦ. Домены с 32-битным идентификатором могут подавать заявки на пространство в специальном блоке или могут рассматривать возможность использования мультикарт IPv6 адресов. И блок административных адресов. Адреса тоже описаны в РФЦ, ограничены в локальную группу или организацию. Эти адреса похожи на зарезервированные, мультикартные эти адреса. Эквивалент серым адресам, типа 10-я подсеть и так далее. Они назначены для использования внутри нашего сегмента сети. L2 адресация, которая у нас есть в нашем сегменте сети. Кратко скажем, как раз пул ответов у нас сейчас закончился. Первые 24 бита мультикартного адреса всегда начинаются с префикса 01005E. Более подробно о мультикартном адресации, я думаю, можно почитать. В целом мы получаем некоторую сложность. Сложность заключается в том, что у нас на самом деле не все оставшиеся 24 бита конвертируются в IP-адреса. На самом деле только 23 бита связаны. И у нас получается, что для одного мака соответствует несколько IP-адресов. Об этом, в принципе, всегда известно. Создатели протокола сказали, что хост будет получать несколько избыточный трафик, но если приложение на нем не запущено, оно его отрабатывать не будет. Ну, некоторый такой косяк технический организовался, но в целом с этим можно жить. Пример, допустим, перекрывающихся адресов. Да, у нас получается, что несколько IP-адресов могут быть связаны с одним и тем же мультикартным адресом. Ну, еще раз говорил, за это отвечает приложение. И если приложение в данный момент не запущено на этом хосте, оно не будет принимать этот трафик, несмотря на то, что до самой станции он доходить будет. Теперь давайте поговорим о протоколе интернет-групп-менеджмент протокол. Протокол управления группами, который получатели используют для присоединения к мультикартным группам. То есть, если у нас появляется приложение, или мы являемся интересующим получателем какого-нибудь потока, мы используем протокол EGMP для того, чтобы присоединиться к определенной группе. Классически, как мы всегда понимаем, у нас несколько версий. Некоторые версии могут быть совместимы. В целом EGMP версии 1 считается сильно устаревшей. EGMP версии 3 используется вместе с использованием технологии SSN. Самая чаще всего используемая версия – это EGMP версии 2. Использует определенный формат сообщений. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот, формат сообщений. Состоит из гарантированных полей, которые должны присутствовать. Это тип, которым описывается, что это за сообщение. Это время отклика. Это контрольная сумма. Это групповой адрес, к которому мы хотим присоединяться. И так далее, и так далее. Время ответа. Адреса группы. И так далее. В принципе, когда принимающее устройство желает присоединиться и хочет получать немутикастный поток, он посылает вот такой запрос о членстве обычной, в принципе, идентификации группы, что мы хотим присоединиться к соответствующей группе. Ну, допустим, там, 239.1.1.1. И затем локальный марштизатор отправляет этот запрос дальше к источнику этого трафика с помощью PIM-протокола. И когда местный марштизатор начинает получать вот этот мультикастный поток, он направляет его в ник получателям, где, в принципе, есть получатель, который запросили данный тип трафика. Форматы сообщений у нас используются для того, чтобы идентифицировать устройство в нашем сегменте тети, о том, есть ли получатель уже в этом сегменте, отвалился он, заново присоединился. То есть это протокол управления, с помощью которого устройство определяют, есть тут кто еще, или мы кого-то ждем, точнее, уже никого не ждем, и мы не хотим получать больше этого трафика в этом сегменте. Если посмотреть вообще о сообщениях GMP-версии 2, то в целом это довольно-таки популярно используемый протокол, еще раз говорю, с помощью которого устройство идентифицирует желание получать мультикастный трафик и отправляют запросы в течение довольно-таки быстрого промежутка времени, получают ответ и присоединяются к нашей классической группе. Вещь широко использована. Третья версия протокола, которая у нас есть, имеет некоторое расширение. То есть в предыдущей версии, и когда получающая сторона посылает вопрос на присоединение к определенной группе, не всегда он определял, с какого, точнее, к какой группе он хотел бы присоединяться. И на самом деле расширение GMP-версии 3, это как раз расширение предыдущей версии, которая поддерживает фильтрацию источника, которая дает отправляющей стороне возможность выбирать источник, с которого мы желательно хотим принимать этот мультикастный трафик. В принципе, GMP-версии 3 разработан для того, чтобы вместе работать из первой и второй версии. GMP-версии 3 поддерживает все типы сообщений второй версии. И, собственно, GMP-версии обратно совместим со второй версии. Основные различия заключаются в том, что добавлены новые поля для определения членства GMP-запроса и введены новые типы сообщений в виде отчета об источнике для поддержки определенной фильтрации. Поэтому, в принципе, GMP поддерживает приложение, которое явно сигнализирует источнику о том, что они бы хотели получать трафик. Ну, с GMP-версии 3 получатели сигнализируют о принадлежности к адресу многоадресной группы, используя отчет о присоединении в двух режимах. Два основных режима – это режим включения. В этом режиме источник, точнее, получатель трафика объявляет в виде группового адреса идентификатор и представляет список из исходных адресов источника, с которыми бы он хотел получать трафик. То есть у нас есть такой список включений. И исключающая режим. В этом списке приемник говорит, что типа «Я бы хотел присоединиться к такой группе, с которой бы я хотел получать трафик со всех, кроме того списка, который мы прислали в списке исключений». В общем, мы работаем по такому принципу. Следующая вещь, которая будет тоже полезна вспомнить, это аджинферсмутинг. Чтобы оптимизировать пересылку и свести к минимуму лавильную рассылку, коммутаторам необходим метод отправки трафика только заинтересованным получателем. И в случае демократного трафика мы используем макрадрес, с помощью которого мы определяем, собственно, где находится порт получателя, проверяя источник и получатель, который у нас есть. В мультикасте, ну, чуть-чуть это сложнее стало, и для этого была реализована технология Аджинферсмутинга. Если какая-либо станция отправляет кадр, предназначенный для макрадреса, которого больше не рассылается какого-либо информация, и он не находит его в таблице макрадресов, что он может сделать? Он может слудить им в пределах сегмента сети. Вот такая лавинообразная рассылка может сильно сказаться на производительности всего сегмента сети. И чтобы снизить вот такую лавинообразную рассылку, коммутатор отрызка использует два метода уменьшения в мультикастной рассылке сегмента. Это либо Аджинферсмутинг, отслеживание нашего Аджинферсмутинга, либо статические записи. Отслеживание Аджинферсмутинга, это расширение, которое описано в РФСИ, определенном 45-41, и является наиболее широко используемым методом, и работает путем проверки соединений, отправленных получателями, и поддержания таблиц интерфейсов для этих соединений. Когда коммутатор получает мультикастный кадр, предназначенный для группы, он пересылает его только на те порты, где были найдены вообще запросы получения конкретной мультикастной группы. Если у нас есть рабочая станция, допустим, они отправляли запросы, и когда с сервака прилетает мультикастный поток, то наш коммутатор имеет возможность определить, где же были члены мультикастных групп, которые хотели присоединяться, и будет флудить этой рассылкой только туда. Тем самым не посылая его всем в сегменты, уменьшая вот этот неизвестный мультикастный флуд в пределах всего нашего сегмента сети. А это сильно экономит наше время. То есть мы будем пересылать трафик только тем, кто вообще был хоть как-то связан с мультикастными группами. И это довольно-таки сильно экономит наше время. Теперь давайте рассмотрим, что такое PIN. протокол Independent Multicast – это протокол мультикастных, присоединение к мультикастной группе, который работает у нас на наших марштизаторах, чтобы наши марштизаторы могли находить и запрашивать тех участников, тех групп, которые у нас есть. Протокол марштизации необходим для марштизации этого многоадресного трафика по сети, чтобы марштизаторы могли запрашивать потоки от других устройств. Существует несколько протоколов, но отсутка поддерживает только PIN в основном. В принципе, существует два типа построения определенных деревьев распределения вот этого трафика, это очень дистрибьюзионный приз, так называемый. Мультикастный трафик, точнее, мультикастный марштизатор создает дерево, которое определяет путь мультикастного трафика через наши сетевые семьи. Существует два типа мультикастных деревьев, это Source 3 и Shared 3. То есть, не знаю, можно ли перевести в исходные деревья и общие деревья, поэтому основной рейтинал их есть. Source 3 и Shared 3. Сейчас о каждом из них скажу. Source 3 это дерево распределения мультикастного трафика, где источник является корнем этого дерева, а ветви образуют дерево, которое располагается в пределах всей нашей сети по пути трафика от источника к получателю. И это дерево, когда построено, оно использует кратчайший путь от источника до получателей, и поэтому чаще всего его называют СПТ. Через кратчайших путей. Вот. Так, я извиняюсь, у нас пропал звук. Коллеги, у меня вышли? Да, все нормально теперь, да, подключился снова. Супер. Извините. Так. Адресация, которая у нас есть, образуется записью S, D, P, G, где есть S, это источник мультикастного потока, а G, это адрес группы, которой он принадлежит. Поэтому, допустим, вот как написано на амортизаторе R1 в скоках, у нас групповой адрес это 10.1.1.2, а мультикастная группа с 239.1.1.1. Шарит-3. Это тоже мультикастное дерево, которое у нас используется для построения тоже дерева, распределения мультикастного трафика, в котором корнем общего дерева не является не источник, а амортизатор, как точка рандеву, так называемый RPRNDVS point. В этой причине общие деревья иногда называют RP-деревья. В этом случае мультикастный трафик направляется вниз по дереву в соответствии с групповым адресом, который у нас есть, которым предназначены потоки. По причине того, что здесь происходит определенное состояние переадресации, в качестве идентификатора получателя всего трафика у нас стоит безозвучка, поскольку тут целая куча адресов, которые получает данный трафик. И поэтому запись здесь записывает как звездочка, запятая и адрес группы, к которому мы отправляем данный поток. То есть если посмотреть всю терминологию PIM, которая у нас есть, можем на ней здесь отдельно остановиться, чуть-чуть на подольше, чтобы перечислить вообще все, что есть. Еще раз говорю, слайд будет доступен, вы сможете это более подробно изучить, как на курсах, так и самостоятельно, если будет у вас такое желание. То терминология у нас следующая. RPF, Reverse Art Forwarding, технология, это интерфейс с пути наименьшей стоимости на основании административного расстояния и метрики до источника трафика. Дальше. Софет RPF. Это RPF маршрутизатор. Софет PIM на этом интерфейсе. Ну, в нашем случае, это может быть какое-либо устройство, типа R7 использует RPF как совместное дерево, то сосед у нас в нашем случае будет R3 устройство, если оно у нас тут вот видно. AppStream, в принципе, поток от источника, точнее, к источнику дерева, точнее, к корне дерева, которое может быть фактически источником мультикатного трафика. Интерфейс AppStream это интерфейс, который является как интерфейс RPF или входящий интерфейс. Зависит от того, в какую сторону мы смотрим. DownStream это трафик, который идет к получателям нашего трафика от источника. Тоже, исходящий интерфейс это любой интерфейс, который будет использоваться для пересылки мультикатного трафика вниз по дереву, под корня. Иногда еще известен как исходящий интерфейс, в принципе, классический интерфейс, который уходит в трафик. Входящий интерфейс, так называемый, EF, это единственный тип интерфейса, который принимает мультикатный трафик, который идет от источника. Который тоже может быть как RPF-интерфейс, но в нашем примере это интерфейс TE-001 на R3, поскольку он является кратчайшим путем от источника и, в принципе, он известен через этот интерфейс. Исходящий интерфейс, любой интерфейс, который используется для передачи мультикатного трафика вниз по дереву, известно, как интерфейс, который идет вниз по получателям. Списка исходящих интерфейсов, Algonkey Interface List, это группа интерфейсов, которые пересылают мультикатный трафик к одной и той же группе. Ну, в нашем примере на R1 это TE-001 TE-001 интерфейс, которые посылают трафик по направлению к R3-4, который находится в той же самой мультикатной группе. LastHopRouter это марштизатор, который материную подключен к получателю трафика, также известен как марштизатор уровня листик, LeafRouter. Он ответственен за передачу PIM для присоединения к вышестоящему трафику по направлению к R1 к точке разделения трафика или к источнику. FirstHopRouter это роутер, который напрямую подключен к источнику и известен как корневой марштизатор. он ответственный за передачу сообщений регистрации вот этой FNDW's Point. Multicast Routing Information Base MRIP Это база топологий, которая также известна как мультикастная таблица марштизации, которая используется для направления юникастного трафика и PIM трафика. Мультикастная таблица марштизации содержит источники, группы, исходящие интерфейсы, входящие интерфейсы и RPF соседнюю информацию для каждого мультикастного маршрута, который был связан с какой-то необходимой мультикастной информацией для нашего понимания. И что у нас еще есть? Multicast Forwarding Information Base MFIP таблица пересылки информации, которая используется для программирования мультикастного трафика и информации его в аппаратной части для более быстрой обработки. Эквивалент FIP для обычного трафика, который у нас есть в устройствах и мультикастное состояние пересылки мультикастного трафика, который используют маршрутатором для передачи мультикаста. Состоит из точнее он строится по записям таблицам маршрута маршрутации, содержит в себе источник, группу, входящий интерфейс, исходящий интерфейс и так далее. Теперь давайте поговорим о том, в каких режимах наш PIN у нас работает. Я постараюсь сжать информацию, поскольку информации у нас относительно много, но ее надо все-таки подсказать по причине того, что дальше докладчик будет говорить, вам будет понятнее понять то, что он будет рассказывать. Я постараюсь быть лаконичным. Итак, PIN работает у нас в пяти режимах. Это PIN Dance Mode, Sparse Mode, смешанный режим Sparse Dance, ну, Source Specific Multicast и Bidirectional Mode. Ненаправленный так называемый режим. В принципе, внутри PIN у нас ходит специальное контрольное сообщение, которые используются для передачи нашего служебного трафика. PIN использует номера протоколов IP103. Они могут быть как единикасные, так и мультикасные. С цителем равной единице. Пообщение PIN отправляется по умолчанию каждые 30 секунд через все включенные интерфейсы, каждый интерфейс поддержки PIN, чтобы знать о соседних маршизаторах на каждом интерфейсе. сообщение HELLO также является механизмом, который используется для выбора DR-машизатора. Дальше посмотрим, как они у нас выбираются и что у нас происходит. давайте поговорим о каждом из режимов. Dense mode плотный так называемый режим. В этом режиме что у нас происходит? Когда PIN-машизаторы сконфигурированы для построения вот этой PIN-DM модели в принципе оно считает, что приемники получателя мультикартной группы будут расположены в каждой сети в пределах всей нашей сетки. Когда все получатели и получатели плотно заселяют всю нашу сеть получения. В каждом сегменте у нас есть те, кому будет интересен мультикартный трассик. И для такого режима мультикартное дерево строится с передачей льнообразным вот этого потока и позволяет нашим устройствам пересылать довольно-таки большой тротный режим этого трафика. Есть механизмы оптимизации, допустим, если получатель исчез или вообще нет получателей такой-то соответствующей группы, то мультизатор может отрезать определенные ветви, чтобы туда не пересылать лишний трафик, чтобы устройства не занимались обработкой ненужного трафика. Получаются не мультикартные потоки, а в обычном мультикарт потоке не будут туда пересылать в этом условии, что обычный поток туда у нас будет довольно-таки успешно маршрутизироваться. В целом, с помощью построения такого плотной модели топология в принципе строит трафик, точнее, дерево трафика. Мы отслеживаем также состояние источника группы на всех маршрутизаторах до тех пор, пока источник вообще не перестает говорить об этом потоке. чаще всего в больших сетях не рекомендуют сейчас его использовать по причине того, что он может быть не очень эффективным для получения. Но в лабораторных работах с ним еще можно использовать по причине того, что полезен для изучения. Распределенный режим был разработан для сетей с расходоточенными получателями, когда в принципе в каждом сегменте он может быть, но в принципе тогда группа сильно разряжена. Грубо, так если сказать. Ну, в принципе он также будет хорошо работать и в плотной сети, но здесь предполагается, что ни получатели, ни источники, если они не заинтересованы в этом трафике, они не будут посылать явный поток о том, что там типа нам это не надо, давайте не будете вы нам это говорить. Так называемую вещь. В принципе, мультикарт источник отправляет многоадресный трафик на сетский муштизатор, который является точкой распределения этого трафика, и собственно, поскольку он знает таблицу муштизации, где у него находится какой получатель, он посылает туда соответствующий поток, тем самым эффективно позволяя нашим устройствам работать с этим направлением. есть механизмы, которые позволяют нам иметь некоторые оптимизационные компоненты. Назовем его S5-свечера. Эта технология позволяет нашему муштизатору переключать распределенное дерево к ВСП для конкретного источника. На сетском муштизаторах это дефолтное поведение, и оно происходит немедленно после того, как первый мультикартный пакет был получен на точку RANDEWOUS POINT, который запускает построение этого дерева, и даже если кратчайшие пути от источника через RANDEWOUS POINT есть, он пытается его как-то оптимизировать, чтобы делать это дерево кратчайшим путем. Определенный муштизатор, то есть дизигмент от раута, он же назначен муштизатор, в принципе существует в сегменте локальной сети, который используется для дубликации мультикартного трафика в пределах локального сегмента или точки RANDEWOUS в данный сегмент, чтобы заставить конкретный муштизатор стать, можно сказать, местным рулителем этого мультикартного трафика для более эффективного использования и более эффективного присоединения и соединения группы. Reversed Path Forwarding это алгоритм, который используется для предотвращения пикет, поскольку, чтобы мультикартный трафик поступал на правильный интерфейс и функционирует определенным образом. интерфейс, если муштизатор получает мультикарт пакет в качестве определенный интерфейс, который использовался для отправки, то мы считаем, что такой пакет не надо пересылать, у нас возможна петля, и мы не будем с ним работать. Если пакет поступает не на рпф интерфейс, мы его отбрасываем. PIN Forwarder в принципе у нас в сети могут быть определенные сценарии, когда дублированные мультикарт пакеты могут перетекать в пределах нашей сети. Ну и PIN имеет механизм, который позволяет ликвидировать этот дублирующий поток. Чтобы петля не возникла и мы не захлебнулись с тем трафиком, который у нас есть. Пару слов о точке R&D. R&D. Point это обязательная вещь для PIN и SEM. Используется один или несколько маршрузаторов для работы в качестве этой точки. Это единственная общий источник, в который помещается выбранную точку каждого мультикартного дерева, как было сказано ранее. И в этой R&D. Point может быть настроен статический в каждом маршрузаторе, либо с помощью динамической маршрузации настроить взаимоотношения с другими устройствами. Маршрузатор PIN можно настроить для работы в принципе либо статически через ручные записи, либо через автоматическое согласование. В принципе, статически можно сконфигурировать R&D для мультикартной группы для связи с адресами этой группы на каждом маршрузаторе, но это не очень масштабируемая вещь по причине того, что это дает довольно-таки большие накладные расходы на админа. Автоматическая точка R&D это запатентованный цифровский механизм, который автоматически улучшает, можно сказать, автоматически распределяет информацию групп R&D с Point в сети и что нам делает? Он легко настраивается в нашей сети, позволяет разделять нагрузку среди нескольких точек R&D упрощает помещение соответствующее с мультикассными группами и так далее. То есть вещь полезная и нужная. Перейдем сразу к Bootstrap маршрузатору. Это уже, можно сказать, механизм вот этого DSR-маршрузатора представляет собой непатентованный механизм, который обеспечивает отказоустойчивость автоматического обнаружения распределения точек. В принципе, используется в нашей сети как механизм для передачи мультикассного нашего интересного трафика. Коллеги, думаю, время меня сменять, да? Да, добрый день. Меня зовут Василий Михайловский и мне нужен шарик, чтобы расшарить презентацию. Спасибо. Василий, у меня только быстрый вопрос. Напомни, пожалуйста, сколько минут на пул ты хочешь? Я вот в первом пуле там буквально секунд 30, может быть, 40 дать. В дальнейших пулах, но я думаю, что не больше минуты. Хорошо, спасибо. А в последнем я там буду говорить. Коллеги, добрый день. Видно меня, И презентацию? Презентацию видно в презентационном режиме. не тот. Странный. Еще раз попробую. Лучше? Хорошо. Отлично. Хорошо, коллеги. Значит, по мультикаст траблшутингу мы сейчас рассмотрели общую теорию о том, как работает мультикаст. Антон нам рассказал. По мультикаст траблшутингу я что хочу сказать? Мультикаст траблшутинг это зачастую очень непростая вещь. И, как любит говорить один из тех лидов, у нас все любят мультикаст, но не все любят PIM, не все любят протоколы, потому что где-то он работает хорошо предсказуемо, а где-то он очень сложный и достаточно непросто его траблшутить. Но в данной сессии, так как она очень короткая у нас, мы рассмотрим только самый базис ISM, Sparse Mode. SSM и BD являются частным случаем его, поэтому с минимальными изменениями их достаточно легко адаптироваться к траблшутингу этих режимов. Общее содержание у нас будет такое, то есть общий подход мы сначала рассмотрим, потом пройдемся по шоу-командам, по деталям Control Plane и Data Plane проблем, и потом просто обговорим типовые проблемы. По ходу, может быть, задавайте вопросы, Антон будет частично отвечать на них, если будут какие-то, достаточно много однотипных вопросов возникать, Антон, пожалуйста, дайте мне знать, и мы можем детально остановиться на каком-то конкретном вопросе. Ну и прежде чем мы перейдем к рассмотрению траблшутинга шагов, у нас вот такой пул есть, пожалуйста, желательно в течение первых 30-40 секунд ответьте, у нас позвонили и нам сообщили о проблеме в мультикаст, и каковы будут ваши самые первые шаги, что вы в общем-то сделаете. прошу обратить внимание, что это не является проверкой ваших знаний, мне просто интересно мнение ваше, то есть как бы вы отреагировали на звонок, если вы вообще занимаетесь траблшутингом мультикаста или являетесь представителем технической поддержки этой технологии. Так, а где можно посмотреть результаты пула? Да, сейчас, секунду. Ага, вот вижу. Ответов не было. Частично есть ответы проверить включен ли мультикаст в сети и проверить ждет ли сервер мультикаст трафик. Выпить чашечек кофе один ответ. В общем-то подход к траблшутингу будет очень сильно зависеть от того, насколько вы знакомы с вашей сетью и как часто вы сталкивались с проблемами в вашей сети и, наверное, вашей первой идеей, которая вам приходит в голову. С точки зрения Cisco так, вы должны понимать, что мы не знакомы с вашей сетью и наш подход выглядит немножко иначе. Кроме того, наш подход затрагивает не только технический траблшутинг, но и понимание того, что же происходит в вашей сети и какое влияние оказывает на бизнес процессы. А также мы пытаемся собрать что называется анамнез. То есть первое это день один или день два проблемы, то есть работало или не работало. Насколько эта проблема серьезно влияет на бизнес процессы и также нам нужно собрать технические детали. Возможно в вашем случае, когда вы начинаете траблшутинг, у вас уже что-то есть, вы изначально знаете, что как происходит. У нас естественно такой информации нет. И желательно иметь топологию сети. Почему желательно? Это очень может помочь вам, особенно если вы постоянно работаете с одной сетью. С точки зрения так, топология не всегда обязательна, потому что мы это увидим дальше, мы строим эту топологию в процессе траблшутинга. И очень важно проверить имеющуюся информацию, потому что мы может быть предполагаем, что все так, на самом деле может что-то измениться уже в вашей сети. Общий подход по времени возникновения очень важен, потому что проблема day one, то есть вы сконфигурили, она не работала. То есть там очевидно, что нужно просто для начала проверить конфиг. Читаем configuration guide, смотрим, что у нас не так. Иногда это проблема дизайна. Если оно раньше работало, то скорее всего с дизайном у вас было более-менее все в порядке, с конфигурацией тоже было все в порядке, но просто что-то сломалось. И плюс, если это ваша сеть, то вы можете сравнивать с чем-то, что вы уже видели, то есть что называется baseline. То есть вы знаете, как multi-cass должен работать в вашей сети, и тут вы наблюдаете нерабочую ситуацию, можете очень быстро сопоставить различия между этими двумя состояниями. Далее очень важно расставить приоритеты. Я думаю, что в вашей сети, в вашей организации тоже это принято. В зависимости от того, как влияет эта проблема на бизнес, от того, какое количество пользователей вовлечено, от того, насколько нам важно ее решить прямо сейчас, или мы можем на некоторое время затянуть, очень сильно влияет ваш подход. А если один пользователь, это одно, если только не генеральный директор, конечно, если там тысяча пользователей и мультикаст являются критичным сервисом для вас, я не знаю, это котировки, то это, конечно, самый высший приоритет для трэблшутинга. Очень важно определить, как это проявляется. Тоже это дает дополнительную информацию для понимания проблемы. То есть часть сети или вся сеть периодически или постоянно это не работает. Это вам в дальнейшем поможет и таку в том числе помогает понимать механизм возникновения проблемы. нередко нам нужно знать, как именно эту проблему видит конечный пользователь. Потому что пользователь звонит и говорит у меня не работает. И нам нужно именно понимать, что именно не работает. То есть у него мультикаст видео на экране не отображается, у него просто квадратики иногда возникают на экране или что-то еще. Потому что от того, что видит пользователь, нам нужно как-то восстановить информацию о том, что происходит с точки зрения мультикаста. Ну и естественно технические детали, что очень важно. Значит жирненьким я отметил это то, что нам однозначно необходимо. Source адрес, то есть кто отправляет, какая группа используется, какой IP адрес у нас RP, если RP вообще используется в нашей сети, адрес получателя, который работает и который не работает. Хорошо, если один работает, другой не работает, здесь мы можем начинать сопоставлять. Если рабочих нет, если полностью ничего не работает, ну понятно, нам нужен IP-адрес нерабочего. Нежирным выделено то, что в общем-то не столь необходимо, но может быть полезно. Сетевая топология, как я говорил, в принципе мы ее восстановим, восстановим и нарисуем, в процессе трэблшутинга, но иметь ее хорошо, потому что когда вы будете рисовать и увидите, что она не соответствует вашей реальной топологии, это уже будет сигналом о том, что где-то здесь может быть проблема. Важно знать, какой дизайн мультикаст вашей сети. В первую очередь для вас важно так, опять же, будет искать, как это работает и обнаруживать несоответствие. То есть нужно знать, какой тип мультикаста мы используем, Dense, Sparse, SSM, BDIR или общий ESM Sparse Mode желательно представлять, как трафик идет. Очень помогает понимание об инцидентах в прошлом, потому что это может быть просто повторяющаяся проблема и дополнительная информация помогает устранять неисправности. Ну, и таким образом мы собрали всю информацию о том, что происходит у нас в сети, насколько это срочно и приступаем ли мы здесь к трэблшутингу. Хочу просто отметить, что условно проблемы можно разделить на два больших типа. То есть это Control Plane и Data Plane. Control Plane это когда состояние протоколов не соответствует ожидаемому. Очевидно, что это также будет влиять на Data Plane. Однако бывают ситуации, когда состояние протоколов Control Plane выглядит полностью ожидаемо и все хорошо. Одна что-то не так именно в Data Plane. И естественно Data Plane является симптомом, с которым к вам обращаются пользователи. Они говорят у меня не работает мультикаст. Они не звонят вам и говорят, что у меня PIM упал на каком-то интерфейсе или еще что-то. Но реально проблема именно таких двух типов. И теперь прежде чем мы будем переходить к CLI нам нужно решить с какого устройства мы вообще начнем смотреть в этот CLI. И здесь давайте небольшой опрос. Может быть опять 40-50 секунд. Если мы собрали все сведения технически и не технического характера, приступаем к расследованию, с какого устройства мы начнем. Если у вас недоступно будет так получилось, нам пожаловали, что в прошлом пуле был недоступен выбор ответа, пожалуйста, вы можете точно так же написать в чат или в Q&A, чтобы Василий знал. Спасибо. Да, пожалуйста. Значит, смотрите, last hop router, то, что Антон нам рассказывал, это тот, который ближе к получателю. First hop router, тот, который ближе к отправителю. RP, это там, где у нас Shad 3 строится. Мы начинаем с источника, то есть это непосредственно тот сервер, который отправляет, или же мы начнем с получателя, который непосредственно должен получать этот трафик. Так, я смотрю, у нас 50 секунд ушли. Можно у нас посмотреть результаты? 5, 5, 4, 3, 2, 1. у нас, значит, кроме не ответивших, у нас примерно равное распределение. Значит, last hop router 20, first hop router 9, rendezvous 16, источник 18 и получатель 12. А last hop, там еще один человек проголосовал в Q&A, и поэтому 20 лет. Значит, у нас лидирует Last Hope Router. Прежде чем дать правильный ответ, и я хочу сказать, что на первый опрос правильного ответа там и не было, потому что все зависит очень сильно от вашей сети. В первом вопросе я бы лично сам выбрал выпить чашечку кофе из всех предложенных вариантов, потому что здесь просто нужно вспомнить методологию трэблшутинга и собрать анамнез. Той проблемой, которая возникает. Прежде чем ответить на вопрос, сказать, как бы поступил так в данном случае, я хочу вам показать небольшой, немножко повторить, как работает Multicast. Смотрите, у нас слева Source, отправитель, потом у нас есть First Hope Router, ER – это просто рутера Multicasta, у нас есть RP вверху, справа у нас Last Hope Router и получатель справа. Смотрите, что же получается. То есть у нас есть RP-информация на всех устройствах. Если у нас отправитель отправляет IGMP, что происходит? Происходит то, что Last Hope Router должен отправить Starcom AG Join, то есть должен построить SH3 до RP. И в этом случае у нас вот по вот этой вот цепочке RP-IR2 Plus Hope Router построится SH3 Starcom AG. Далее отправитель начинает отправлять Multicast Traffic, и этот Multicast Traffic прилетает вот на First Hope Router слева. Дальше First Hope Router должен сообщить RP информацию о том, что появился такой Source. Это называется Register Message. Дальше RP должно отстроить с SKMG дерево обратно к Source. То есть необходимо построить вот этого дерева до First Hope Router. Как только Multicast Traffic пришел на RP, и он дальше будет перенаправлен на SH3, то есть он перейдет в First Hope Router, AR1, RP, AR2, Last Hope Router, RP отправит Register Stop Message. Кроме того, когда RP получает Register Message, внутри содержится оригинальный Multicast пакет. Этот Multicast пакет декапсулируется. Этот Multicast пакет декапсулируется из PIM сообщения и отправляется по SH3. Когда этот Multicast пакет прилетает на Last Hope Router, происходит так называемый SPT switchover, то есть Last Hope Router больше не хочет получать эту информацию по SH3 и переключается на свой собственный Source 3. И в данном случае это будет через AR4 и AR3. Вроде выглядит все хорошо, но посмотрите на такой сценарий. То есть опять то же самое, RP, но что происходит, если сендер просто отправляет, то есть источник отправляет трафик? В данном случае First Hope Router, ну, DR, отправляет Register Message на RP. RP говорит, да, круто, но у меня нету заинтересованных получателей в этой группе. То есть Starcomajin и RP отсутствуют. То есть никто не прислал Join. В этом случае RP сразу же отправляет Register Stop Message и говорит, окей, Register Stop. И в данном случае технически у нас даже не будет First Hope Router, потому что трафик больше никуда не идет. То есть он просто дропается на вот том устройстве. И теперь возвращаясь к тому, откуда мы начинаем трэблшутинг. Мы видим очень значительное изменение в поведении протоколов в том случае, когда у нас отсутствуют получатели. Можем ли мы начать трэблшутинг с получателя? Наверное, да. И отчасти это будет правильный ответ. Проблема начать трэблшутинг с получателя заключается в том, что, как правило, он не находится в нашей зоне ответственности. Мы не имеем доступа к серверам, и мы являемся сетевыми инженерами. И в этом случае лучшей точкой начать трэблшутинг – это Last Hope Router. Почему? Потому что если Last Hope Router не видит IGMP сообщений от получателя, значит, мы идем от Last Hope Router к получателю. Если он видит эти сообщения, то здесь нам уже нужно выяснять, что же происходит в нашей сети. Общие замечания по трэблшутингу. Очень важно. Трафик идет от сендера к ресиверу, но это мы все понимаем. Но, обратите внимание, дерево строится в обратном направлении. То есть, если где-то с дерева сломано, то при проверке этого дерева мы всегда идем к корню. То есть, мы идем от Last Hope Router, например, идем в сторону RP. Или откуда-то мы идем в сторону RP, если это Starcomadji. Если это Scomadji, мы идем к Source Sender. То есть, мы не можем взять рандомный маршрутизатор в сети и начать трэблшутить с него. Это особого смысла не имеет. Потому что мультикаст, может быть, дерево просто, может быть, не отстроилось через этот конкретный маршрутизатор. Всегда важно проверять RPF информацию. Почему? Потому что в зависимости от ICMP, в зависимости от изменения маршрутизации в вашей сети, может получиться так, что RPF информация изменилась, и она теперь не соответствует тому, что вы ожидали. И таким образом вы можете неправильно начать трэблшутить ваш мультикаст. Вам нужно проверять RPF информацию и трэблшутить именно на RPF устройствах. И когда вы двигаетесь по дереву, никогда не пропускайте устройства. Проблема в том, что если вы подумаете, что у меня по топологии сейчас должно быть два устройства, и вы решаете перескочить через одно, может получиться так, что то устройство, которое вы проскочили, на самом деле строить дерево в другом направлении. А вы скакнули на одно устройство вверх, и скакнули совсем на другое дерево. Оно тоже старкомэджи, но оно отстроено от совсем другого ресивера. И таким образом вы начинаете трэблшутить совсем не то, что нужно. Кроме того, вы можете строить, и вам нужно строить. И вы можете проверять вашу топологию. Насколько она соответствует ожидаемой. Вам очень важно представлять специфику ISM, BD, RSSM. Специфика ISM в том, что в нем отсутствует RP, и в нем отсутствует старкомэджи. Соответственно, если вы будете трэблшутить RP в SSM, то это лишено всякого смысла. Специфика BD заключается в обратном. В BD нет Source 3. В нем есть только RP 3. Если вы будете S-KMG трэблшутить в BD, это не имеет смысла. Если вы трэблшутите ISM, вам нужно знать RP и так далее. В каких-то конкретных случаях вам может потребоваться очень глубокое знание протоколов PIM. И это как раз та часть, которую многие не любят. То есть базовый трэблшутинг мультикаста, он достаточно простой. Проверить, посмотреть. Но бывают такие крайние ситуации, когда PIM начинает себя вести очень сложно и может быть в какой-то мере кажется непредсказуемым. Ну и теперь я хочу перейти к шоу-командам. Извини, пожалуйста, перебью. У нас есть вопрос, как проверять RPF. Что имеется в виду? У тебя на предыдущем слайде? Это как раз в шоу-командах это все будет. Как раз вот сейчас по шоу-командам мы пройдемся о том, какие мы команды используем для трэблшутинга и на какие части аутпутов нам стоит обратить внимание. Да, коллеги, я очень извиняюсь за англицизм в моей речи. Я просто привык очень много говорить на английском языке про мультикаст. И очень часто я даже, честно говоря, не знаю перевода на русский язык. Особенно вот там мультикаст Sparse, Dance, Mod. Значит, по поводу шоу-команд. Что очень важно проверить на каждом устройстве, это я уже сказал тип мультикаста. Вы однозначно должны знать, BD, RET, SSM или что-то еще. Вот первая команда showIP мультикаста. Здесь я не привожу никаких выводов, но эта команда, как правило, полезна начинающим людям и тем, кто это делает в лабе. Почему? Потому что нередко забывают просто включить мультикаст раутинг на устройствах. Эта команда вам позволяет сразу же заметить эту проблему. В продакшн, то есть в реальных сетях, эта проблема практически не встречается. Потому что сама по себе команда не исчезает. Удалять ее, как правило, никто не удаляет. Но для начинающих она очень полезна. ShowIP PIM RP mapping, она нам показывает информацию об RP. Аутпуты мы рассмотрим дальше, они будут в деталях. ShowIPM route, это команда, которая показывает состояние PIM для данной группы. Это практически ваше все. Ни один траблшутинг мультикаста не обходится без этой команды. Showrun section PIM или include PIM, оно просто позволяет нам посмотреть, а как же сконфигурен PIM. Может быть там где-то у вас фильтры прикручены, может быть еще что-то. То есть это дополнительно просто информация, которую можно определить. Значит, смотрите. Первое, что мы делаем, когда мы смотрим ShowIPM route или траблшутим на устройстве, мы должны определить тип мультикаста. Тип мультикаста может быть разным для разных групп. Это очень важно. Поэтому траблшутинг всегда выполняется для конкретной группы, для конкретного сорса и желательно для конкретного ресивера. Значит, смотрите. Самый верхний output – это маленькая буквка S. Это SSM. В принципе, когда вы делаете ShowIPM route, там сверху такая большая шапка с подсказками, что каждая буквка значит. Поэтому запоминать не надо, но со временем вы как бы набьете руку, будете очень быстро ориентироваться. Буквка B большая – BDIR, буквка S большая – это просто ASM sparse mode, а буквка D – это dense mode. Да? Ну, достаточно все банально. Определить RP. То же самое. RP для разных групп могут быть разные. Это очень важно. Поэтому, когда мы траблшутим данную группу, мы всегда проверяем RP для данной группы. Здесь у нас видно, что для 225-8 и 226-8 разные RP используются. И более того, разные типы. Вы можете увидеть после RP-адреса, там есть V2-BDIR для 226, а для 225 этой информации нет. Плюс здесь есть информация, когда эта информация будет устарена, устаревшей, hold time, каким образом мы его получили. Но самое главное – это кто является RP. Проверяем контр-плейн. То есть, стар-комоджи и эс-комоджи. Значит, смотрите, вот там, вот видите, вот этот верхний блок подсказок. Все, ну, наверное, нереально запомнить. Вы запомните именно те, с которыми вы активно работаете. Но вот для стар-комоджи и эс-комоджи, вы видите, жирненьким там выделено. У нас есть стар-звездочка 225.1.1.1. Это ше-3 для данной группы. И у нас есть 10.0.123.10. 225.1.1.1. Это для source-3. То есть, здесь у нас достаточно все просто. И плюс для стар-комоджи, видите, там есть дальше по линии RP указан. То есть, даже здесь нам подсказывают, кто является RP для данной группы. Для эс-комоджи, естественно, такой информации нет, потому что она не актуальна. Для эс-комоджи, ну, RP не важно. Флаги и состояние. Значит, для каждой группы у нас есть флаги. Опять же, флаги расшифрованы вот там вот сверху. И есть состояние. Очень важно знать ряд флагов. Мы на них обратим внимание. В данном случае один из них это F. F-флаг, это значит, что это устройство является диаром, и оно выполняет регистер. То есть, оно отправляет сообщение регистер на RP. И RP должно отправить нам регистер стоп обратно. Состояние, которое мы сейчас видим, регистеринг, оно здесь нигде не расшифровано, но оно очень важно. Регистеринг, это значит, что мы пытаемся получить от RP подтверждение регистера стоп, но оно до сих пор не пришло. Как правило, наличие этого состояния говорит о том, что у нас возникают какие-то проблемы между диаром и RP. Или фесофраутером и RP. Важно обратить внимание на таймера. Таймера очень важны с точки зрения того, когда данная запись появилась. Когда данная запись появилась, она вам может подсказать, что у вас была какая-то нестабильность, или у вас на самом деле получатель исчез, или данная запись была в принципе удалена по какой-то причине. Если вы считаете, что ваш мультикасс должен быть стабильным в последний час, однако у вас возникают какие-то проблемы, пользователи жалуются, вы смотрите, что у вас аптайм данной записи явно меньше часа. Окей, это уже симптом, на который следует обратить внимание. Интерфейсы и RPF. Вот здесь вот момент. Смотрите, здесь есть incoming interface и RPF neighbor. Incoming interface говорит о том, с какого интерфейса мы согласны получать мультикасс трафик. RPF neighbor – это IP-адрес на том интерфейсе, вернее, IP-адрес того роутера, который должен отправлять этот мультикасс трафик в этот сегмент. Также это RPF-адрес – это тот neighbor, Pim neighbor, которому мы отправляем наши join-сообщения о том, что мы хотим получать эту группу. И обратите внимание, что эта RPF-информация может быть разной для Starcomadji и для Scomadji. Как проверяется RPF-информация? Во-первых, вы видите свидетель, кто neighbor и какой интерфейс. Но если у вас возникают вопросы, а почему так, вы можете использовать команду showIPRPF. Ну и, кстати, понятно, что все команды, они с VRF могут быть. Если у нас мультикасс в VRF, то мы везде добавляем VRF такой-то. То есть это будет showIPRPF, VRF такой-то и потом адрес. И здесь, смотрите, внизу showIPRPF 100, 100, 100, 100, он нам показывает RPF в сторону RP. У нас было такое RP. Когда мы делаем showIPRPF 10.0.123.10, он нам показывает в сторону source. Как правило, RPF-информация берется из Unicast-раутинга. Однако в каких-то случаях это может быть переписано с точки зрения, с помощью статических мультикасс маршрутов, либо с помощью мультикасс BGP, например. И это влияет на то, как строится дерево. Поэтому RPF очень важно проверять. Ну, в первую очередь, в showIPM-раут и дополнительная информация идет вот из этих команд. Проверка data plane. То есть проверка data plane – это проверка, что трафик есть. И маршрутизатор видит этот трафик. Старый подход – это showIPM-раут-каунт. Либо вы можете сделать showIPM-раут-группа и source-каунт, для того, чтобы сократить, если у вас там сотни или тысячи записей. И вот здесь вот выделенная строчка, она показывает forwarding. Она говорит о том, что у нас 88 пакетов было отправлено. Он также показывает вот packets per second и average packet size. На что важно обратить внимание, и вы набьете на это руку, какие-то платформы могут ну, не совсем поддерживать эти каунтеры. Поэтому, если у вас есть такая платформа, которая эти каунтеры не поддерживает, вы это очень быстро обратите внимание, и для вас это будет так называемый baseline, то есть основа. Будете знать, что отсутствие каунтеров здесь не является признаком проблем. Но в основном это очень важный как бы troubleshooting. Более новый подход не show ipm route count, а show ipm fib. Тоже можно группу указывать, source. И она нам показывает вот эту вот информацию. На аппаратных платформах еще будет дополнительная строчка hw hardware forwarding. Опять же, какие-то платформы поддерживают счетчик hardware, какие-то не поддерживают. Но здесь мы получаем общую информацию о том, что же у нас как бы насколько в датаплейне этот трафик виден. С точки зрения last hop router очень важно обратить внимание. Last hop router определяется как DR на сегменте получателя. И как правило, last hop router это DR на сегменте получателя. Есть варианты, когда это не так, но 95% случаев это так. Мы должны посмотреть show ipm name, выборы. И на этом уз интерфейсе мы увидим соседа. 10.0.123.1 это наш сосед. Если справа вот там вот в самом конце стоит DR для данного соседа, значит он DR на этом сегменте. Мы также можем посмотреть show ipm интерфейс для данного устройства. И здесь нам в самой последней строчке говорят, кто DR. ну и в данном случае это наш IP адрес, это значит, что данное устройство R2 является last hop router является DR на сегменте получателя. Очень важно. Все устройства сегмента должны соглашаться, кто есть DR. если они не согласились, то есть, например, DR по какой-то причине не выбран, у нас возникает проблема, что у нас не будет устройства, которое будет строить SHED3. Если у нас получилось больше одного DR по какой-то причине, то у нас возникает проблема, что у нас больше одного устройства строит SHED3 в сторону RP. И таким образом мы можем оказаться в очень неудачной ситуации, когда мультикаст у нас работает совсем не так, как хотелось. FirstHopRouter. Как определить FirstHopRouter? Хочу обратить внимание, что FirstHopRouter не является синонимом DR. Например, если у нас отсутствуют получатели, то технически у нас FirstHopRouter вообще нет, потому что трафик не форвардится, у нас нет FirstHop. DR выполняет функцию Register, и он идентифицируется флагом F. Вот видите, у нас есть ShowIPMRoute для DR R1, и там есть буковка F. плюс мы можем посмотреть ShowIPPM интерфейс и увидеть, что именно R1 является DR. Но R2 внизу видите non-DR, он у нас forwarded трафик. И смотрите, incoming интерфейс в R1 и R2 у нас E02. То есть это как раз интерфейс от source. но у R1 outgoing interface list null, то есть он ничего не forwarded, несмотря на то, что он DR, и он выполняет register. А R2, который не является DR, у него как раз есть outgoing interface list, это Ethernet 00, и он выполняет forwarding. Почему? Потому, что так отстроилось дерево. Ваш раутинг и RPF построился таким образом, что от реселлера от Lasko Proctor source 3 построился именно через R2, а не через R1. Очень важно. Потому, что некоторые заходят на DR, говорят, у меня outgoing interface null, все, это проблема. Нет, еще ничего не доказано, это еще не проблема. Кроме того, хочу обратить внимание, тут есть флаг T, очень часто он помогает на source 3, это говорит о том, что был трафик на source 3, уже был виден трафик. Дебаги. Дебаги очень часто используются. Очень часто используются, в первую очередь, когда у нас какая-то нестабильность в мультикасте, когда мы говорим, ой, у меня, когда начинается мультикаст, там теряется первые 5 пакетов, например. Без дебагов здесь не разберешься. Желательно, естественно, NTP настроить, чтобы у нас были синхронные все таймстемпы в логах. И дебаг IPPIM, он позволяет нам получить информацию о том, как PIM сигнализирует по этой мультикаст группе. И дебаг IPM раутинг, он позволяет определить, какие интерфейсы, в какой последовательности и почему мы добавляем в incoming или outgoing интерфейсы, что изменяется, какие флаги мы ставим и почему. Обязательно используйте группу в дебагах. Эти дебаги генерируют не очень много логов, поэтому, в принципе, они достаточно безопасны. Конечно, потестируйте, посмотрите, но дебаги очень часто понимают, когда вы очень часто помогают, когда просто вы оказываетесь в ситуации, когда что-то непонятно, что-то случилось или что-то работает не совсем так. Еще тоже вопрос есть, а разве PIM включается на интерфейсе, к которому подключен источник? Смотрите, если мы не включим PIM на интерфейсе, который подключен к источнику, то R1 и R2 не смогут договориться, кто из них является DR. Таким образом, мы должны просигнализировать, кто есть DR. Вопрос в том, что мы не хотим, чтобы источники вмешивались в наши PIM-сообщения, и в этом случае мы можем использовать различные фильтрации, то есть мы можем ограничить, от каких соседей мы получаем PIM-сообщения. Но без PIM-а нет выборов DR. Без PIM-а мы не включаем Multicast Forwarding для данного интерфейса. То есть PIM включать нужно. А если это не источник и ресивер, то тоже нужен PIM? Если это не источник и ресивер, то смотрите внизу, все устройства сегмента должны согласиться кто DR. Как выбирается DR? С помощью PIM-сообщений. Если мы не включили PIM, у нас беда. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Кроме того, если у вас большая сеть, то есть мы уже не говорим начальный сегмент, конечный сегмент, мы говорим в процессе, то PIM нужно включать на всех интерфейсах, которые вы используете для форвардинга. Иначе может получиться так, что где-то у вас раутинг есть, а PIM-а нет. Таким образом, этот интерфейс становится нерабочим для мультикаста. Спасибо большое Василий, Александр, спасибо. Спасибо. Дебаги, наше все в случае схождения. И по control plane. Смотрите, здесь будет парочка вопросов. Здесь такая схема сети, просто набросал в GNS, наверное, вы знакомы. смотрите, слева сендер, R1, R2 это устройства, которые к сегменту сендера подключены, R4, R5 устройства, подключенные к сегменту ресивера, свитчи просто L2 и RP находится вот там наверху. Юлия, пожалуйста, откройте следующий пул. Значит, у нас вопрос по данной схеме. Какое из данных устройств является First Hop раутером вот он появился. Тоже буквально там 30-40 секунд ваше понимание и дальше мы обсудим этот момент. Помним, да, то есть First Hop раутер это тот, это первый раутер, который выполняет forwarding мультикасс трафика. First Hop раутер не является синонимом DR. так, я закрываю и у нас 15 секунд на ожидание ответа. Коллеги, извиняюсь просто вот за такие короткие пулы, но здесь буквально вот как бы ваши ощущения или может быть ваше базовое понимание, что бы вы выбрали. То есть, опять же, это не совсем проверка знаний, это скорее помогает мне понять, насколько аудитория понимает мультикаст и может быть нужно где-то глубже остановиться на каких-то моментах. Окей, значит, у нас R1 набирает максимальное количество, второе это недостаточно данных. Значит, спасибо за ваши ответы, у нас есть пара свитчей, значит, свитч 10 кое-кто назвал First Hop раутером, я сказал, что свитч является L2, то есть, он не является First Hop раутером, он, да, является устройством на сегменте, но не First Hop раутером. И также у нас есть ответы, что R2 может быть. R4, R5, мне кажется, это, наверное, случайно кто-то нажал, потому что First Hop раутер это тот, кто ближе к сендеру. Значит, смотрите, правильный ответ заключается в том, что у нас недостаточно информации для принятия решения. Во-первых, у нас может быть никто из этих устройств не форвардит трафик, как это видно в данном случае. То есть, аутгон интерфейса у нас нул, значит, мы не форвардим трафик. Кроме того, даже если у нас какое-то из устройств форвардит, мы не знаем, для какой группы касался вопрос, и мы не знаем, как отстроилось дерево. Может быть, RP3 раутит до отправителя, маршрут к отправителю идет через R4, R5, R2 и сендер. Даже SH3 может отстроиться через R2. И здесь я вот хотел обратить внимание, видите, флаг P, он достаточно важен, это значит, что оно прунт. То есть, у нас нет никого, кто был бы заинтересован в этом мультикасс трафике. И флаг F, это значит, регистер флаг, это значит, что R2 является DR-ом. Это значит, что любого сендера, которого он обнаруживает на данном сегменте для мультикасс групп с RP, он будет отправлять регистер месседжи. Хорошо. Следующий опрос у нас относительно LASHOP раутер. Вспоминаем, что LASHOP раутер это тот, который ближе к ресиверу. В данном случае вопрос звучит так, какое устройство на схеме является LASHOP раутер для группы 239.111. И, извиняюсь, у меня тут немножко выскочило. Вот схема сети и LASHOP раутер это устройство, которое выполняет форвардинг мультикасс трафика в сегмент ресивер. Юлия, можно нам закрыть? Ага. 15 секунд, да, мы ждем для получения. Ну, я надеюсь, что свечи у нас тоже это L2 устройство, то есть LASHOP раутер оно не попадает в определение. RP у нас наверняка не попадает в LASHOP раутер список. Так, есть у нас результаты? Ага, вот есть. Недостаточной информации 41, R4 21, R5 9 ответила. Ну, смотрите, тоже вопрос очень такой, с подвохом, как вы понимаете. У нас, опять же, недостаточной информации, то есть, возможно, вы здесь угадали, возможно, нет. но посмотрите на аутпуты. Значит, смотрите, R4 он говорит, что у нас есть только старком и G. Старком и G это шея 3. R4 говорит, входящий E02. Вы, кстати, видите мою мышку, Юлия? Видно мою мышку на экране? Да, очень мелко, но видно. Ага, вот. А так? А так прекрасно. супер. Значит, смотрите, у нас входящий интерфейс E02, а исходящий интерфейс E03. То есть, трафик по шея 3 на самом деле идет вот так, от RP вот сюда. R5 говорит, что у нас E03 входящий, что соответствует топологии, и исходящий E00. То есть, в данном случае, если у нас трафик будет на шея 3, то Ласхупраутером будет R5. Хотя, изначально у нас было однозначно недостаточной информации. Плюс, мы знаем, что S5 будет выполняться на R5. Плюс, здесь интересен флаг J и C. C флаг говорит о том, что у нас есть заинтересованный ресивер. То есть, именно ресивер, не просто там другой раутер прислал нам PIN JOIN, а именно ресивер. То есть, мы из IGMP информации получили вот этот вот флаг. Outgon E00. В данном случае Multicast Traffic течет вот так. То есть, вы, может быть, могли бы запутаться в топологии, потому что вы видите, ага, трафик приходит на R4, он уже подключен в наш сегмент, и, наверное, он будет отправлять трафик ресиверу. На самом деле, это не так. Видите? То есть, первое, что мы должны были сделать, определить, кто является Ласхупраутером. Из схемы мы это не могли определить, мы могли только предполагать. Диар является R5. Диар является R5, значит, он строит Ш3, и R5 будет выполнять свечовер на С5. И, скорее всего, идет на E01. Хорошо. И теперь более сложный такой вопрос про Ш3. Значит, здесь давайте мы сделаем, наверное, минуту, минуты полторы, наверное. Значит, смотрите, вот он опрос с выводами, и нам нужно определить, какое из устройств в схеме привело к проблеме. Вопрос достаточно, наверное, сложный. Не проблема, если вы не сможете определить, идентифицировать проблему, или определить, какое устройство к ней привело. Для этого просто нужно достаточно сильно использовать эти команды mRoute, и со временем это придет. То есть, чем больше вы трэблшутите, чем больше вы используете эти команды, тем более комфортно вы себя будете с ними чувствовать и быстрее получать информацию и сопоставлять ее со схемой. Помним, значит, у нас ресивер там вот справа находится за R4 и R5. Мы, честно говоря, не знаем, кто из них у вас хопраутер, возможно, никто, возможно, кто-то. обратите внимание, слева выведы R2, RP3, R4, R5 и справа вот там над схемой опять вывод R4. Ну, вывод взят с R4, потому что можно и из других было бы взять show-IPPIM интерфейс, а просто R4 находится в центре и, в общем-то, он достаточно такой информативный. Василий, я бы, может, чуть подольше бы дала вводить, скажем так. Хорошо, давайте чуть продлим. То есть, здесь важный момент, я как бы обращал внимание, то есть, первое, кто, может быть, является диаром и, ну, опрос называется Shad3, то есть, здесь как бы подсказка, что мы troubleshooting Shad3, то есть, Star.com.g. Можем сказать, что просто клиент жалуется, что multi-cast traffic не ходит. Например, вот из таких подсказок мы видим, что на R2 у нас show-IPM route показывает флаги P, то есть, prune, и у нас outgoing interface list тоже отсутствует. и он F. На F это значит, что он DR. На RP мы видим, что есть и Star.com.g и S.com.g. То есть, это тоже момент, это значит, что RP получает информацию в регистрах. Но интересно обратить внимание, что outgoing interface list null. То есть, R4 говорит, что Star.com.g и у него флаг S. R5 говорит флаг издеваю, Star.com.g и флаг C. То есть, connected. То есть, R5 является у нас здесь DR. И в принципе, мы видим это на выводах show-IPPIM. То есть, вот для этого интерфейса E00 пятерка является DR. на конце пять. Юлия, не могли бы завершить тогда пол? Мы завершаем пол, у вас есть еще 15 секунд на то, чтобы ответить. Помните, мы трабл-шутинг всегда начинаем с LAS хоп-раутера или с DR. То есть, откуда начинает строиться дерево? Дерево начинает строиться именно с R5. И таким образом, последовательность анализа аутпутов должна идти. R5 смотрим, куда строится дерево. Дерево строится R4. Смотрим R4, куда строится дерево. Дерево строится в сторону RP3. На RP3 смотрим, куда строится дерево. Но Star.com.g понятно, никуда не строится, S.com.g у нас просто прунт. Видим ли мы здесь какие-то расхождения? Значит, опрос у нас показывает, у нас R3 большинство собрало, потом R2 и R4. Значит, почему R2 у нас неправильный ответ? Ну, здесь достаточно сложно, но S.com.g у нас в принципе соответствует ожидаемому. то есть S.com.g у нас соответствует ожидаемому, потому что на RP3 S.com.g создано и оно outgoing null и оно prunt. Это значит, что мы не заинтересованы получать source 3 от R1. То есть R1 у нас отсутствует output, но вполне ожидаемо, что от R2 тоже никому не шлется. На R5 S.com.g отсутствует. Это значит, что R5 не строит к R2 дерево. Таким образом на R2 у нас проблем не наблюдается. Теперь смотрите. Двигаемся от R5 говорит, что я хочу получать E03 и отправлять на сегмент получателя. Выглядит ожидаемо. На R4 мы видим, он не является DR, но Starcom.g создан. Это значит, что все хорошо. Это значит, что outgoing интерфейс у нас соответствует и incoming E02 отсюда. R5 он должен построить outgoing E02, но у нас отсутствует outgoing интерфейс для Starcom.g. Это является самым первым симптомом проблемы. Вторым симптомом проблемы является то, что на R4 для E02 мы видим ноль нейборов. Это значит, что R4 не видит R3 как PIM соседа. PIM сообщение строится таким образом, что несмотря на то, что join отправляется как мультикаст, но внутри есть поле, в котором указывается, кто должен запроцессить. То есть IP адрес PIM устройства, которое должно процессить этот пакет. Проблема в том, что если у нас нет PIM соседа, то устройство не может отправить PIM join. Поэтому несмотря на то, что на R4 у нас Starcom.g существует и указывает в правильном направлении, но отсутствие вот этого PIM соседа приводит к тому, что PIM join сюда не отправляется. Ну и теперь здесь вопрос в том, почему оно не отправляется. Это RP3 не отправляет PIM join, это R4 его пофильтровал, или это провайдер где-то в серединке нам режет PIM пакеты. То есть здесь можно подходить разными путями. Как я получил данную проблему, я просто отключил PIM вот на этом устройстве на RP3. Но реально и R4 проблема интерфейс E02 и RP3 интерфейс E02 это оба правильных ответа. Надеюсь это понятно. Окей. Ну и здесь я теперь хочу пробежаться очень быстро по проблемам в контрол плене, которые возникают. Но это скорее вам для оффлайн просмотра, потому что здесь определены шаги. То есть первая проблема отсутствует Starcom Adjino LastHop Router. Первый шаг определить кто LastHop Router. И я указываю команды, которые вам могут понять. DR и LastHop Router. И показываю команды, которые вам помогут. Обязательно смотрите на тип мультикаста. Нет смысла трэблшутить отсутствие Starcom Adjino LastHop Router, если сегменте с ресиверами. Значит, в сторону RP. В принципе, это то же самое. Проверяем PIM на сегменте, проверяем совпадение адреса RP, потому что RP все должны согласиться про RP, за исключением мультидоменов, и проверить PIM и mRouting. Дебаги вот там приведены. То есть, в принципе, достаточно понятно по шагам. Отсутствует S-CAMLG, то есть здесь я привожу справочно. На что хочу здесь обратить внимание, это трафик, нужно проверять, что трафик приходит, потому что FirstHop router создает S-CAMLG только когда трафик приходит. Трафика нет, S-CAMLG не создалось. Бывает так, что TTL1 сразу дропается. Бывает, что ACL прикручен. Вы можете использовать Packet Trace, EPC или какие-то другие механизмы Capture для того, чтобы подтверждать, что трафик приходит. Здесь просто шаги, опять же, я повторюсь, определены. То есть, я сейчас быстро прокачу эти слайды, просто, что вы потом сможете оффлайн посмотреть их. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Получатель отправляет IGMP репорт. DR, который станет LASCUP раутером, скорее всего, отправляет старком IGJoin на RP. Когда отправляет сендер, LASCUP раутером, отправляет регистер вместе с инкапсулированным оригинальным пакетом. Оригинальный пакет декапсулируется и уходит по SHED3 до LASCUP раутера, до DR. Кроме того, RP в этом случае отправляет SKMIG join в сторону RP. И как только она получит native multicast на этом SKMIG дереве, она отправляет регистер в стоп. Когда LASCUP раутер получает первый пакет, в зависимости от настроек, он выполняет S5 switchover, таким образом трафик начинает течь через нижний сегмент. Это очень важно понимать. Значит, теперь по деталям data plane. Data plane является симптомом, потому что это первое, что видит пользователь. Он говорит, у меня там пикселяция, какие-то артефакты на видео. Очень плохо. Нужно что-то чинить. Почему сразу не стоит переключаться на data plane? Data plane вам просто говорит о том, что что-то происходит не так. Ну и кастумер вам говорит, что-то происходит не так. В любом случае, вы всегда должны проверить, что у вас control plane отстроен. Потому что, если control plane не отстроился, PIM, IGMP, MSDP, то у вас проблема, у вас не будет трафика, и это ожидаемо. В data plane мы переходим только к когда у нас все отстроилось как ожидаемо, incoming интерфейсы, outgoing интерфейсы, но почему-то что-то не так. И здесь очень важно задокументировать, в чем отличие между ожидаемым поведением и наблюдаемым. То есть, это либо какие-то потери пакетов, либо там несколько пакетов не в той последовательности проходят. Либо наблюдаются двойные, двойной трафик, тоже иногда бывают такие проблемы. Либо был у нас такой случай, пакеты доставляются в другом порядке. На каком-то интервале времени, там каждые 20 минут 5 пакетов приходили в другой последовательности. Когда data plane не проходит, опять, здесь есть несколько слайдов, которые вы потом можете посмотреть оффлайн, но всегда у нас будет проверить control plane, построено ли дерево. После того, как вы проверили дерево, вы проверяете счетчики. show ipm route count или show ipm theme count. В принципе, с этими счетчиками вы более-менее можете определить проблемный сегмент. И таким образом вы будете видеть, что слева вроде как трафик уходит устройство, направо и оно не приходит. И дальше вы уже либо ACL используете для подтверждения, либо делаете спан, либо делаете packet capture. но это такой достаточно такой момент, один из единственных способов, как подтвердить, где же проблема. Или может быть проблема вообще в середине. То есть у вас там L2 VPN провайдер предоставляет, и он там где-то случайно что-то дропает. если дублируется трафик, в принципе все то же самое. То есть нам нужно определить где он дублируется, мы потом определяем, что дублирование происходит от этого устройства до этого устройства, либо между вот этими тремя устройствами. Подтвердить можно либо каунтерами, либо конечное подтвердение это packet capture и CL span. Дублированный трафик, как правило, это проблема с PIM. То есть вы увидите control plane, что не совсем верно отстроен. В packet capture очень важно обратить внимание на source MAC мультикаст трафика на сегменте, где вы наблюдаете дублированный мультикаст. Это вам позволит определить, кто именно из upstream рутеров вкладит этот трафик в сегмент. Если вы будете видеть разные source MAC для одного стрима, это значит, что у вас два устройства гонят мультикаст в этот сегмент. Ну, и дальше вы просто разбираете, почему они это делают. А у нас есть быстрый вопрос. Да. Если в сегмент ресивера на last hop router включить PIM passive, то выбор DR не произойдет? Если PIM сообщения PIM hello не отправляются, то DR не сможет быть выбран. Это проблема. Если у вас только одно устройство, то у вас это не волнует. Но если у вас несколько устройств, то это может быть проблемой. Вернее, это будет проблемой. Эпизодические проблемы. С эпизодическими проблемами мы примерно так же разбираемся, как с проблемами сходимости. Мы проверяем control plane, мы смотрим на таймера и это дебаг. Потому что дебаг это то, что дает вам таймстемпы и дает вам в динамике. Show IPM route вы не всегда успеете выполнить в нужный момент, чтобы увидеть, что что-то куда-то как-то не так перестраивается. Дебаг это все то, что вам помогает. Проблема сходимости то же самое. Вы обращаете внимание на таймера, вы делаете дебаги и вы просто повторяете тот фейловер, который вы пытались сделать, с включенными дебагами, потом собираете все, анализируете и приходите к выводу. Очень часто проблема сходимости это проблема дизайна. Если вы сталкиваетесь с каким-то очень медленной сходимостью в мультикасте, то скорее всего у вас проблема дизайна. Последовательность пакетов и потери. Ну, здесь все очень сложно. Мы, естественно, проверяем Control Plane и таймера, видим, что все стабильно, мы обязательно должны проверить Data Plane на устройстве, то есть косы всякие. И здесь уже без Packet Capture, без Span просто не обойтись. У нас была такая ситуация очень неприятная, я вот так мельком заметил. 5 пакетов каждые 20 минут в другой последовательности приходили. Потребовалось уйму усилий, чтобы определить, где это. мы в конечном счете воспроизвели это, и оказалось, что на конкретной платформе, которая была по пути, вот те фичи, которые используются, они просто не были совместимы между собой. То есть это было ограничение платформы. И именно это приводило к тому, что 5 пакетов приходили в другой последовательности. Ну, и для Multicast, там, видео, это может быть очень неприятно. То есть артефакты могут идти по экрану. В общем-то, в результате у нас должно быть четкое описание проблемы в технических деталях. У нас должен быть проверен Control Plane. Если необходимо, мы проверили Data Plane. И если это была Data Plane именно проблема, мы идентифицировали проблемное устройство и сегмент. Дальше, если мы поняли, в чем проблема, то мы либо ее устранили, либо восстановили функциональность сервиса. Как восстанавливается функциональность сервиса, мы можем построить Multicast дерево в другом направлении. Обойти конкретный проблемный сегмент устройства, либо просто Shad интерфейс. И если у вас сеть построена правильным образом, то у вас трафик должен переключиться на другие сегменты. Кроме того, вы согласовали с бизнесом, что и как мы делаем, если нужен нам root cost, или кейс закрыт. И пользователь вам, конечно, должен подтвердить, если вы закрываете кейс, что проблема устранена и все работает хорошо. Еще раз, рекомендую вам пройтись офлайн по этим слайдам. Какие у вас вопросы будут возникать, пишите, я буду отвечать, по-моему, до 10 января, сейчас установлен за этот срок. По тифровым проблемам, и почему я хочу пройтись, потому что мы с ними нередко сталкиваемся, и, в принципе, если бы вы о них знали, наверное, вам было бы намного проще, и кучи проблем бы вы избежали. Значит, первый блок это дизайн. Очень нередко бывает, что у пользователя разные типы мультикассных устройств в сети. То есть, я чего-то подумал, здесь я хочу Sparse, а здесь у меня Dance работал, а вот здесь я вообще SSM сделаю. То есть, разные типы очень часто не работают вместе, иногда работают. Все зависит, то есть, например, SSM на LastHoop Router в принципе может работать, если у нас все остальное это SSM. Извиняюсь, если у нас все остальное это ESM. Тип мультикаста не поддерживается на данной платформе. То есть, на какой-то платформе, например, BDIR может не поддерживаться при определенной конфигурации, или BDIR может не поддерживаться для MVPN. Ну, то есть, здесь мы читаем конфиг гайд однозначно. Очень частая проблема для ESR900. Мы забыли включить SDM-темплейт, который требуется. И мы в результате видим, что PIM как-то выглядит достаточно хорошо, но что-то не так. Чего-то трафик не ходит. Очень нередко бывает, как только к нам приходит мультикаст на ESR900, мы проверяем SDM-темплейт. Еще один момент на таких платформах типа ESR900, на свитчах, это ограничение TICAM. То есть, сколько максимальное количество мультикаст-групп или мультикаст-маршрутов мы можем поддерживать на данной платформе. Нередко бывает, что пользователь думает, а, окей, раутер, раутер, он должен там все сделать. И потом утыкается в максимальное количество маршрутов, M-раут-маршрутов на устройстве, а так как все сделано в TICAM, в TICAM, что не влазит, то не работает. Нередко бывает проблема MTU или TTL. То есть, MTU, это значит, мы начинаем слать большие пакеты, а они в MTU интерфейса просто не проходят. Да, фрагментация не получается, могут быть проблемы, что у нас фрагменты дропаются, у нас, не забывайте, PIM-регистер еще выполняется, а PIM-регистер, он оригинальный пакет туда добавляет. Да, но, кстати, это не для всех платформ, так, Nexus может так не делать. Таким образом, проблема MTU может возникать. TTL проблема, если у нас дерево очень длинное, а отправитель отправляет там TTL 5, то где-то он идет и потом исчезает. То есть, с точки зрения CTRL-плей у вас отстроился, а на дейта-плей на одном устройстве каунтеры щелкают, на другом не щелкают. Ну, пакет-кэпчер вам, в общем-то, поможет, вы сразу же обнаружите, что TTL там не совсем тот, который нужен. С точки зрения конфигурации, ну, очень часто это бывает именно для начального внедрения или там в лабе. Забыли включить PIM на транзитном сегменте. Вот, вот вообще бывает. Это то, что как раз вот у нас было вот в последнем опросе на RP мы забыли включить, поэтому DR-1 оно строилось-строилось и бац, перестало. Не работает. Бывает так, забыли задать RP на всех устройствах. Если на LAS-HOP-раутере мы, ну, на DR-е LAS-HOP-раутер мы не зададим RP, то у нас вообще старт-комоджи дерева не отстроится. RP не будет даже знать о том, что кто-то интересуется получить вот этот трафик. Если на сегменте отправителя на устройствах не задать RP, то они не будут знать, куда регистер отправить. Если мы не зададим RP на RP, оно не будет знать, что оно RP и не будет выполнять этих функций. Если мы не зададим RP на транзитных устройствах, у нас, когда отправляется старт-комоджи join, там указывается группа. И если RP неправильная или неверная или не заданная, то этот join сообщение будет проигнорирован. ACL блокирует PIM-IGMP. Нередко бывает, то есть PIM просто блокируется, IGMP блокируется, еще мы можем опции вдропать, IP options drop, сконфигурировано на устройстве, а IGMP приходит с IP опцией. Таким образом, получается, что IGMP не работает на устройстве, несмотря на то, что вроде как все приходит. На транзитных участках нередко для high availability используется или для совмещения двух сегментов, двух независимых мультикар-сегментов используется тысяча HSP для раутинга. Когда мы используем HSP для раутинга, у нас возникает проблема, что RPF указывает на HSP адрес, но PIM соседа с таким адресом нету. Мы получаем проблему, как будто PIM не включен на upstream устройстве. Таким образом, PIM не будет строить дерево нормально. Как решается, есть специальная фича HSP HSP для раутинга. Можете почитать более подробно. Там рассказывается, что, как, почему и зачем это нужно. Очень часто отправитель не шлет трафик или получатель не использует совместимую версию IGMP. Всегда, когда мы трэблшутим с клиентом на вебоксе, мы говорим, включите, пожалуйста, ваш мультикар-сегмент и, пожалуйста, на ресивере сделайте так, чтобы он сообщал о заинтересованности получать. Потому что без мультикар-сегментов мы не сможем трэблшутить дерево. За исключением SSM. Без интереса со стороны ресивера, без IGMP, мы не увидим отстройку старт-комаджи дерева. То есть нам не с чего будет начать. Поэтому вот это очень важно. Очень часто получается так, что клиент говорит, вот у меня не создается эскамаджи. но эскамаджи создается, когда у нас существует трафик. А есть ли трафик? Начнем с этого. Проблемы с трафиком, которые там дублированные возникают, например, это очень часто бывает проблема PIM на отдельном устройстве. То есть по какой-то причине мы включили PIM Passive, например, или мы включили какие-то ACL-ы, или у нас в середине находится провайдер, который по какой-то причине не любит PIM, и он просто дропает PIM-пакеты. В этом случае у вас два устройства друг друга не видят, это значит, они не могут согласовать между собой действия. Это значит, что у вас может Join не работать, это может у вас быть, не будет правильно выбираться DR, у вас будут два DR на устройстве. Это также значит, что PIM-ассерт это тот механизм, который позволяет избежать дублированного трафика, когда сразу два устройства отправляют в сегмент. Есть механизм PIM-ассерт, когда они договариваются с помощью PIM-сообщений, кто же все-таки будет отправлять пакеты, а кто должен остановиться. Проблема в том, что если эти PIM-сообщения не проходят, то устройства так и не будут знать о том, что они дублируют трафик в сегмент. Наличие посторонних PIM-устройств в сети. Большая проблема, потому что PIM-устройство может стать DR и может перетянуть на себя одеяло в плане этих ролей. То есть оно должно делать регистр на стороне сендера, либо оно должно строить старком Аджи на стороне ресивера. Если это чужое устройство, оно неправильно сконфигурено, оно может делать все, что угодно и таким образом мешать функционированию вашей сети. L2 мультикаст на отдельном сегменте мы не останавливались на IGMP трэблшутинге, но IGMP снупинг и PIM снупинг это то, Антон рассказывал, что позволяет именно на L2 сегменте ограничить мультикаст для драфик для конкретных получателей. На старых устройствах, относительно старых устройствах, это выполняется на основании MAC-адресов, на более новых destination MAC-адресов мультикаст. На более новых устройствах это выполняется на основании мультикаст IP-адресов. Но если IGMP или PIM снупинг неправильно функционирует на устройстве, может получиться так, что L2 устройство свитч не будет пропускать трафик. В этом случае вы увидите такую картину, что у вас кэпчер на LAS хоп раутере выполняется, трафик есть, захват трафика на ресивере выполняете, мультикаст трафика нет. В этом случае что мы первое делаем? Отключаем IGMP снупинг на всех L2 устройствах в сегменте ресивера и смотрим помогает или нет. Очень неприятная проблема неверно запрограммировался MFIP или TICAM на аппаратной платформе. Без TACA определить это невозможно. Косвенно вы можете попробовать либо сделать CLI IP AMROAD либо сделать еще что-то чтобы инициировать перепрограммирование. Но если именно root коз подтвердить, что именно это является корневой проблемой, это будет очень сложно. Еще раз в заключении я хочу отметить всегда если вы дизайните читайте инструкции особенно если вы никогда еще с этой фичей не работаете не работали и на данном платформе потому что очень часто мультикаст платформ специфик бывает реализация читайте инструкции читайте конфиг гайд обязательно и всегда обращайте внимание на блок restrictions это очень важно когда что-то не работает с самого начала это первое куда я иду я сам открываю configuration guide для данной платформы данного релиза и смотрю какие там существуют restrictions если я их не помню просто и проверяю они наступили ли мы на эту проблему с конфигурацией клиентов всегда идем к корню дерева и всегда идем от того кто инициирует построение этого корня то есть всегда начинаем от DR на сегменте получателя либо это будет LASHOP router может быть другой но от LASHOP router мы идем либо в сторону Starcom IG в сторону RP по Starcom IG либо к SARS SENDER по SK IG RPF информация очень важна если вы не посмотрели кто является RPF соседом вы можете начать трэблшутинг на неверном устройстве никогда не пропускайте устройство потому что перепрыгнув через одно устройство вы можете оказаться на совсем другом дереве да это будет такой же Starcom IG но это будет другое дерево и весь ваш трэблшутинг сведется на нет строить топологию очень важно потому что вы проходите как раз по RPF и вы можете очень быстро нарисовать топологию или отметить что действительно вы идете в правильном направлении по вашей схеме которая у вас есть обязательно обратите внимание на специфику ASM BDR SSM если они есть у вас в сети SSM специфика в том что Starcom AG отсутствует и Source 3 деревья строятся всегда от DR на сегменте ресивера SCM AG возникает как только IGMP V3 report IGMP V3 клиент сообщил о том что он хочет данные Source 3 Source и группу нам даже не требуется трафик на First Hop Раутере для ASM без трафика на First Hop Раутере SCM AG не будет создан на BDR в принципе SCM AG не существует если у вас возникла какая-то очень серьезная проблема то Cisco так вам всегда поможет обращайтесь открывайте либо кейсы либо открывайте просто ваше описание проблем на комьюнити так инженера русскоязычные в том числе туда ходят и пытаются помогать людям пытаются помогать в каких-то сложных ситуациях давать советы если у вас есть какие-то вопросы как говорила Юлия у нас можно их оставлять на специальной странице будем стараться на них отвечать по-моему срок до 10 января 10 января Юлия так да именно так спасибо большое у нас буквально остается 3 минуты поэтому может мы успеем ответить на все вопросы я тебе назначила вопросы и ты можешь их найти в Q&A в панели MyQ&A первый вопрос допустим с чего начать настраивать мультикас на работающей сети где его еще до этого не было настроено ну значит смотри сначала вам нужно нарисовать дизайн вы должны решить какой тип вам нужен потому что SSM своя специфика BDR своя и SM своя если вы решаете что у вас будет RP вам нужно определиться где она будет и желательно уже на этом этапе подумать о реданности то есть что у вас где будет 2 RP как она будет файловер делаться и так далее самое простое дальше вы включаете мультикас раутинг вы включаете PIM на всех интерфейсах пока у вас нет ресиверов ну и можете PIM не включать на сегментах ресиверов и сендеров для того чтобы у вас просто как-то все сошлось потихоньку пока мультикас работать не будет ну и дальше вы можете там тестово включать сегменты и смотреть каким образом это функционирует ну важно IP мультикас раутинг это команда глобального конфига вы должны включить она 1RF тоже то есть если вы включаете для VRF должно быть IP мультикас раутинг VRF и вы должны включить PIM на всех интерфейсах на которых вам нужен мультикас на котором вы можете общаться с соседями спасибо 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 большое Василий у нас есть вопрос от Павла Павел данный вопрос просто про трэблшутинг прямо с выводом команд поэтому мы ответим вам на форуме и я скину вам отправлю по почте когда мы ответим на данный вопрос на форуме я скину вам ответ так вопрос от Сергея какие есть ограничения при использовании мультикас в топологии с фабрикой VXLAN коммутаторы Nexus 9300 Control Plane VGP EVPN ну это как раз вопрос в области restrictions то есть здесь нужно четко знать какой конкретно Nexus и какую именно версию вы используете мы наверное этот вопрос лучше оффлайн взять здесь нужно будет просто найти Configuration Guides с секцией Restrictions так хорошо есть ли какая-то специфика настройки на ASA на ASA на ASA в какой-то версии я помню что Bootstrap отключили в дефолте то есть оно работало за апгрейд или Bootstrap перестал работать и таким образом у нас RP начали выбираться незамесимо в разных сегментах другой специфики как таковой я не помню то есть опять же это конкретная версия нужно смотреть для конкретной версии существует ли restrictions тикет отлично отлично вернемся немного к основам приведите пожалуйста конкретные примеры применения мультикаста в глобальных масштабах сети интернет радио поверх интернет сайт помещающий использование мультикаста другие ресурсы да это интересный вопрос я честно говоря не могу ничего вспомнить как такового и у нас не было по-моему еще ни одного тикета для какого-то мультикаста из сети интернет очень часто то что мы считаем интернетом это вот IPTV дома на самом деле это не интернет это мультикаст который предоставляет сам провайдер то есть этот мультикаст в интернет реально не уходит он работает исключительно локально и кстати для мультикаста домашнего здесь стоит обратить внимание что может использоваться не классическая сеть когда раутер является именно PIM устройством а может использоваться решение IGMP прокси когда раутер домашний раутер просто слушает IGMP сообщения от клиентов и транслирует эти IGMP сообщения в сеть провайдера и потом он начинает форвардить трафик из сети провайдера в домашнюю сеть спасибо большое Василий а какое соствварное решение ты бы посоветовал для мультикаст мониторинга мультикаст пробами в разных сегментах сети не могу сказать не встречал таких вот прямо систем мониторинга все зависит от аппликейшн мне кажется основная система мониторинга завязана именно на само устройство передачи вернее на саму аппликейшн приложение передачи мультикаст потому что мониторинг наверное должен быть основан на том как чувствует себя само приложение а не на том что мультикаст просто ходит потому что мультикаст может там получать пакет лосс он может пакет реодеринг и это увидит только приложение Но, к сожалению, никаких рекомендаций дать не могу. Уважаемые участники, пожалуйста, примите участие в оценке сегодняшнего мероприятия. Это займет всего пару минут. И укажите интересующие вас темы для будущих мероприятий. Если не сложно, пожалуйста, указывайте конкретные темы и подтемы. Не только темы, как маршрутизация или безопасность. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. Мы поздравляем вас с Новым годом, с наступающим. Пусть этот год принесет всем успехов в работе и новых приятных в этот раз неожиданностей. И до встречи в следующем году. Всем спасибо. Спасибо за ваше участие. Спасибо. 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 Спасибо.